так ну что друзья мои начинаем нашу очередную беседу из курса истории и философии науки для аспирантов физтеха но сегодня у меня практически нет никаких особых вам организационных пожеланий вроде бы все идет по плану значит мы начинаем с вами активно готовиться к сдаче экзаменов значит графика пока экзаменационных дней групп еще нет составить его еще сложно потому что вот сохраняется неопределенность с очной и дистанционной формой вот но думаю что в основном все пройдет в очной форме так пока у меня такая гипотеза рабочая из этого мы и исходим но пока это не имеет принципиального значения поскольку вы начинаете уже сверстывать в головах своих некое знание да которое предъявите на экзамене вот ну я тогда сразу с вашего позволения вернусь к предшествующей нашей теме значит напомню что мы с вами обсуждаем идеи аналитической философии или философии логического анализа языка как большого проекта до проекта преобразования всего философского знания задуманного расселом и муром самом начале двадцатого века до в значительной степени под влиянием успехов математической логики вообще и возможности логического обоснования математики в частности но первых успехов вот такого логицистского построения мета математики да вот но это мы с вами уже все обсуждали сейчас наступает следующий момент да когда вы помните первые успехи прошли до в общем то аналитическая философия уже превратилась в некое такое устойчивое массовое движение философов англоязычных стран да прежде всего странах где господствует английский язык это направление приобрело особое значение вот значит и так в тридцатые годы вы помните происходит следующее да ведь генштейн которого рассел одно время считал своим самым верным соратником лучшим учеником лучшим из лучших да он вы помните возвращается в кембридж да бросает все свои всякие посторонние занятия и возвращается философскую среду в академическую философскую среду вот и первоначально рассел полагает что собственно вот часто они вместе с вид генштейном продолжат дальнейшую работу активно потому что еще много что надо сделать проект в разгаре да все только начинается в англии такой взлет 30-е годы интеллектуальной жизни накануне как раз второй мировой войны в общем-то и математика и физика и все прочие науки все на подъеме история археология британская вы знаете что в эти годы британцы активно изучают очень культуры египта древнего египта до месопотамии это все у них прямо сенсация за сенсацией находка за находкой но то есть научная жизнь идет как говорится по всему фронту это не какие-то отдельные там всплески случайные да это такое целенаправленное повсеместное движение ну вот но вы помните что вид генштейн окружив себя большим количеством учеников разных до из разных стран и со всей европы к нему тянулась молодежь из америки приезжали молодые люди вот вид генштейн организовал необычайно какое-то необычное необычайно необычной простите за тавтологию обучение этих своих студентов и аспирантов такое совершенно живое и непосредственное неформальное вот причем еще интересный момент что вид генштейн всю жизнь сам пытался убежать как бы от философии считая ее ну ненадежным делом и ненадежным занятием он говорил что известное выражение вид генштейна что философ не может быть серьезным человеком философ но серьезным это не смысле без чувства юмора а в том смысле что это не ненадежный человек то есть у него нет оснований подлинных да то есть философии их нельзя на них надеяться нельзя на них рассчитывать вот поэтому он всегда считал что если человек без философии может обойтись то надо его в эту сторону направить то есть философия последнее прибежище человека понимаете когда к нему приходил любой молодой человек в ученики набивался он прежде всего выяснял что он умеет делать кроме философии если у него какая-то профессия предметная желательно то есть если он скоро разочаруется да и вид генштейн прикладывал большие усилия к тому чтобы люди разочаровывались он всяческих в этом отношении третировал показывал что все это ерунда что это не имеет значения и так далее если человек разочаруется и это хорошо если он разочаруется у него будет чем заняться прокормить себя вот вот был известный случай таким американским философом аналитиком норманом малкольмом это человек потом после войны станет один из как бы главных фигур в американской аналитической философии или малкой норман малкой вот он 30-е годы еще совсем молодым человеком после университета в аспирантуру приехал учиться в кембридж из америки до кембриджский университет вот и у него стипендии значит как бы вид генштейн сказал да хорошо я вам выбью стипендию ну как там все же на гранты вы же понимаете такая же система как сейчас я вам полугодовой грант выбью но надеюсь что вы за полгода убедитесь что это не ваше чтобы это не стоит тратить на это всю свою жизнь и вы спокойно разочаровавшись философии получив отрицательный результат как бы вы уедете обратно в америку проходит полгода малкольм не разочаровывается он еще больше распаляется да говорит приходит к виду и штейн говорит вот господин учитель я бы хотел еще полгода остаться мне еще нужно а смотрите там история в том что идти надо было просить красаву до в его совете решалась судьба вот этих грантов этих стипендий вот значит вид генштейн был в очень напряженных отношениях с расселом и он конечно не очень хотел с ним по этому поводу как-то вообще взаимодействует но он говорит ладно я сделаю все что вы хотите схожу даже к друзьям там рассола чтобы договориться о вашей стипендии но я надеюсь что хоть теперь-то вот ради этого я готов чтобы вы убедились что это не стоит жизни потраченный на глаз ну а потом вы знаете что собственно результат такой что малкольм отучился еще полгода потом началась вторая мировая война малкольм пошел служить в американскую армию участвовал в разных сражениях но а вернувшись с фронта он в общем стал очень влиятельным человеком в американской аналитической философии но и с его там именем связаны определенные важные события 60 70-е годы вот уже вот так вот такая история но вот ведь генштейн причем это было совершенно искренне это не не была какая-то поза или знаете как шутка да что вот и потому что давайте я сделаю все что вы разочаровались в деле которым хотите заниматься ну вот но вы помните что и вот сейчас мы к этому моменту с вами подходим но не подходим а уже к нему подошли в полной мере что значит ключевая идея второй или поздней философии вид генштейна она в каком-то смысле ортогонально первоначальному замыслу рассел если рассел хотел создать идеальный универсальный язык очищенный от всех наслоение от всех как бы неопределенности до от всего случайного и с помощью этого языка описывать мир да таким каким он должен быть в нашем описание то ведь генштейн в своей поздней философии в своей второй концепции которая получила название концепции языковых игр понимает язык как производная от практики от деятельности да вот этот ключевой тезис что значение слова есть результат его употребления всегда мы употребляем слова в пределах определенного типа практики определенного типа деятельности вот этот способ использования языка в пределах определенного типа деятельности ведь генштейн и называет языковой игрой кстати говоря это абсолютно не означает смотрите здесь есть один очень важный тонкий момент во первых вы понимаете что языковых игр всегда много сколько типов деятельности в котором вы участвуете столько языковых игр во вторых языковые игры не сводимы друг другу то есть опять же нельзя реализовать идею рассела до построить какую-то единую языковую игру всеобщую в которой бы все языковые игры отдельные были какими-то составными частями ну может быть они даже и и не сливаются друг с другом понимаете да но занимают как бы свои места в некой супер игре до сверх игре всеобщей игре такого тоже нельзя сделать по вид генштейн вот это второй момент да нет всеобщей игры унифицирующие и объединяющие интегрирующие все из языковые игры не сводимы друг другу прошу зафиксировать этот тезис особо друзья мои потому что он через одного человека ну например сильно повлияет на концепцию развития науки томаса куна о которой мы будем дальше с вами говорить 50-60 годов куновская модель она в значительной степени инспирирована вот этим тезисом о несоизмеримости несводимости нередуцируемости друг друга отдельных языковых игр и типов практики тем самым до практики деятельности это как бы разные деятельности но но вот это важный момент потому что иногда ну вы как бы ну и так получается просто иногда не 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 акцентирует лектор на на этом моменте внимание но мы не рабы языковой игры то есть в принципе человек свободен выйти за пределы языковой игры он понимает что с ним происходит то есть языковая игра это не что-то в чем мы полностью раз мы размываемся растворяемся и не сознаем что мы находимся в языковой игре мы можем всегда покинуть данную языковую игру потому что мы понимаем мы осознаем мы можем осознавать ее правила а если как говорил вегенштейн правила мы осознаем мы можем их изменить мы можем от них отказаться видите в этом смысле не надо языка языковых игр вегенштейновских делать ну какое-то как бы ну как бы гермо человеку да так сказать какое-то клеймо на нас стоит там я занимаюсь там философии но условно говоря и на мне стоит клеймо языковой игры философии а другой там условно говоря человек занимается там театром искусства но вот у меня там есть знакомые театральные режиссер аванга авангардного направления вот вот а на них стоит это тавро языковой игры театральной деятельности и все и они как как бессознательные существа в этой языковой игре значит вот они какие-то слова произносят употребляют их определенным образом и не не способны из этого выправить нет и как я в языковую игру вы входите так вы можете его и нарушить если любая языковая игра может быть нарушена вот это для вегенштейна было очень важно поэтому в его концепции языковых игр нет вот этой предзаданности понимать нет ну как бы такого и но я бы сказал лингвистического тоталитаризма что вот мы мы рабы какого-то языка до способов его использования мы ничего с этим не можем сделать обратите на это внимание в общем то человек остается свободным в своем выборе языковой игры да другое дело ну кстати поэтому смотрите ребят отсюда и следует почему вид генштейн то всех уговаривал бросить философию и и самого себя в первую очередь уговаривал потому что это проявление вот того самого возможности нарушения правила то есть его ты можешь перейти через эту границу и ты не предзадан это важнейший момент ты сохраняешь в этом смысле себя как человека обратите на это внимание поэтому этот постоянный тренд у вид генштейна на преодоление преодоление философии преодоление себя вот но вы понимаете что дальше вступают в дело другие соображения и и люди не хотят понимая что это языковая игра не хотят ее преодолеть перейти ее границу потому что ну например следование этой игре им выгодно простой пример если вы занимаетесь политикой как политический функционер какой-либо партии там или какого-либо движения у англичан это было очень явным образом выражено в их системе вы понимаете да если вам выгодно поддерживать языковую игру современной политики вы понимаете что она ничему не соответствует является пустым набором слов да да просто средством коммуникации или средством выполнения политических обязанностей вы продолжаете ей следовать но вы в нее не верите языковая игра это не то во что люди верят видите какая штука по-настоящему вот этот момент вы обратите внимание то есть в этом смысле вот то что потом остин то в теории речевых актов но вот я сейчас не буду в это погружаться но вы просто кто интересуется дальнейшими дискуссиями вокруг языка философии языка уже послевоенные там 50-е 60-е годы как раз его в тип своей теории речевых актов джон остин он был как бы врагом витгенштейна в этой области да вроде бы и похожий человек но и не похожий он как раз и главное что вставил в вину витгенштейну что витгенштейн язык превратил вот в такой как бы легко меняемый инструмент человека нечто производное от человека да остин считал что языковые структуры это нечто более глубинное что сидит в человеке и определяет его поступки это не одежды которые легко поменять там и переоделись в гардеробе из одного костюма языковой игры сняли одели другой костюм эти вот в этом был смысл спора между остином например джоном остином и ну как бы последователями витгенштейна в области философии языка ну вот значит но вот смотрите значит теперь у нас с вами какая ситуация до возвращаемся с вами к философии наук потому что конечно мы с вами чуть попозже поговорим о судьбах аналитической философии в послевоенный период это такая интересная тема здесь есть многие важные моменты для современной науки в том числе сейчас они чуть дальше поговорим но вернемся к логическим позитивистам значит смотрите что произошло логическими позитивистами значит вы помните венский кружок воспользовался в том числе в качестве одного из источников своего вдохновения логика философским трактатом витгенштейна важным но не единственным важным но не единственным то есть неправильно как иногда пишут там свести всю деятельность венского кружка к изучению логика философского трактата витгенштейна вот но но тем не менее вот эта теория логического отражения процесса или фактов или связи ситуации между собой она оказалась вы помните очень важной для вдохновения логических позитивистов венского кружка помните этот момент мы с вами уже проговаривали значит что происходит с логическими позитивистами в тридцатые годы в тридцать втором году вот как говорится не знаешь где потеряешь где приобретешь воистину пути философии неисповедимы да и кто тебе поможет а кто тебе наоборот навредит да кто тебя спасет никогда заранее знать нельзя поэтому ко всем людям надо относиться хорошо ты не знаешь что дальше с твоими учениками будет да кем они станут вот я тоже никогда не знаю с кем станут мои ученики в будущем поэтому ко всем отношусь хорошо вот вот значит смотрите ребят значит 1932 году из соединенных штатов из гарварда из гарвардского университета в венский кружок приезжает на стажировку молодой человек в качестве аспиранта но буквально на один год эта стажировка была у него оформлена тридцать второй тридцать третий год звали этого молодого человека уиллард ван орман куайн ван орман куайн ну он был никому тогда не известен собственно что было взять от бывшего студента но у него была интересная вещь в биографии он закончил гарвард философский факультет но на философском факультете он изучал математическую логику под руководством кого бы вы думали конечно известного нам альфреда норта уайтхеда как раз тот самый уайтхед который работал вместе с рационом вы помните что он уехал после первой мировой войны в америку работал в гарвардском университете и преподавал математическую логику вот как раз математическую логику куайн изучал под руководством уайтхеда вот такая неожиданная как бы пересечение произошло но видимо все таки уайтхед как человек необычайно глубокий метафизик имевший свои определенные взгляды довольно сильно отличающие от системы рассола да это совсем другой человек был по складу характера вот он какие-то важные моменты в душу куайна зародил фамилия голландская чтобы вы понимали откуда он взялся по происхождению да давайте даты жизни его запишем поскольку этот человек сейчас сыграет у нас большую роль дальнейшей истории помните я вам говорил что куайна американцы считают главным философом двадцатого века в их прям в их понимании для американцев это философ номер один ну так второй такой человек ну номер один номер два это ныне здравствующий сол крипка да вот два у американцев два как бы героя философии двадцатого века это покойный куайн и ныне здравствующий крипка в общем тоже крипка считается таким человеком номер один вот значит куайна приезжает на стажировку венский кружок значит он необычайно вдохновлен успехами этого направления то есть он полностью погружается в идеологию логических позитивистов со всеми вытекающими то есть он полностью первоначально обращается в логико позитивистскую веру что называется вот в тридцать третьем году он возвращается обратно в штаты но вот этот заряд бодрости который был дан позитивистами вены ему очень сильно помогает он очень быстро делает карьеру академическую приобретает друзей в политических сферах в том числе американских вот как-то он видите и на этом поприще продвинулся это не 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 одно и то же да то есть понятно что можно заниматься философии или вообще наукой в университете да но не иметь никаких влиятельных друзей и знакомых как бы на капиталистском холме или в белом доме а вот куайн как-то смог в эти сферы тоже пробраться и вот следующий шаг когда в тридцать восьмом году а теперь смотрите тридцать восьмом году когда произошел аншлюз то есть присоединение австрии к третьему рейху в германии да и нацистские идеи стали развиваться в австрии да ну то есть законы нацистские в том числе 1 вы начали практиковаться в австрии тут наступила пора что-то делать с логическими позитивистами куда-то надо было их девать венский кружок самых важных его представителей до к этому времени морец шлик основатель венского кружка уже погиб до кружок уже разваливался в общем-то он организационно быстро я вам рассказывал деградировал после 36 года но в принципе уже и не до венского кружка был понимаете да в этой новой ситуации и вот куайн удалось ему почти невозможно те годы в тридцать восьмом году ему удалось почти невозможно накануне буквально второй мировой войны добиться разрешения на иммиграцию соединенные штаты для целой большой группы логических позитивистов из австрии то есть он буквальном смысле стал организатором но вот как у нас помните в россии были философские пароходы в двадцать втором году 2 до который из петрограда в германию вывезли там не один десяток наших разных мыслителей и не только философов но гуманитариев в целом до философские пароходы мы говорим 22 года а в куайн организовал по сути вот такие философские пароходы только из европы в соединенные штаты это было очень сложно ну мы как говорим что это вроде простой но иммиграция иммиграция и что такого да но это было очень сложно потому что американские власти даже в отношении лиц еврейской национальности возводили всевозможные припоны до организационные их иммиграции накануне войны но а после объявления второй мировой войны этот процесс но практически стал невозможным то есть позитивисты они как бы но успели в последний вагон впрыгнуть можно сказать уходящего парохода до из европы в америку и тем самым быть большая часть их реально спаслась до просто избежала но почти верной гибели в разных аспектах и и да понятно что судьба в общем-то могла сложиться по-разному но как говорится они вот этой общей судьбы сложные они ее избежали вот значит и так накануне второй мировой войны массовых миграция логических позитивистов в америку и вот смотрите что получилось такая редкая ситуация в обычное время может быть и не так получилось бы как во время войны до позитивистов распределили на кафедры философии в отделении философии трех основных университетов значит как бы вот три площадки появилась это гарвард принстонский университет и ельский университет вот три самых таких больших центра было философских исследований но это еще до позитивистов это не они учредили как говорится гарвард принстон и ель ну то есть как бы основные центры лиги плюща да то есть северо-востока заметьте что это не не калифорнийский университет а именно восточного побережья вот и оказалось что они начали очень скромно вроде бы как иммигранты да что мы тут люди не здешние как говорится да но очень быстро они там освоились прекрасно и по не потихонечку а даже очень быстро захватили ведущие позиции вот им течение двух-трех лет буквально удалось в общем то стать ну как бы такими абсолютными лидерами философской жизни соединенных штатов именно логическим позитивистом несмотря на то что в америке к этому времени 30-м годам была своя национальная философская школа и не слабая но восходящая например к тому же чарльзу сандерсу пирсу да к прагматизму философскому прагматизму пирса да и разные версии были так сказать но в америке много чего было интересного это как бы отдельная глава и нельзя ее одним одной краской обмазать да сша слишком большая страна и разнообразная что можно было там какую-то бирку привесить там даже тот же прагматизм или еще какой ну все есть везде да вы понимаете но вот что произошло логические позитивисты они настолько ну выглядели убедительно в своем действии да настолько они были но я бы сказал вот в чем залог их успеха политического до в америке они были очень натренированы в своих делах своих размышлениях у них была очень сильно поставлена техника рассуждений вот понимаете как бы ну как говорят рука набита да голова набита понимаете то есть они очень быстро думали поэтому они вели дискуссии все очень напористо и эффективно они в коммуникации в диалоге были очень убедительны аргументированы эффективны и поэтому они быстро своих всех оппонентов и не только оппонентов но и просто людей других направлений они потихонечку из философского сообщества вытеснили в сороковые годы логические позитивисты стали абсолютно доминировать философской жизни соединенных штатов это во первых а во вторых вы понимаете что это половина дела а вторая половина заключалась правда в том что началась мировая война да и понятно что в европе было не до философии половина философов просто грубо говоря ушла на фронт а половина трудилась там в госпиталях и на всяких военных предприятиях ну как тот же вид генштейн который ушел работать в войну с санитаром в госпитале отказавшись от работы в университете на им было не до философии и в этом и в этой ситуации логические позитивисты америки стали как бы мировыми лидерами автоматически понимаете чего не было до войны как бы вот главная группа а потому что только в сша философская работа могла ну как бы протекать нормально смотрите логические позитивисты стали во первых лидерами в мире а во вторых аналитическая философия американская в том числе на какое-то время стала отождествляться с логическими позитивистами вот что интересно вот эта ошибка которой я вас предупреждал самом начале вы помните что нельзя отождествлять логических позитивистов и аналитическую философию это разные вещи это разные проекты но вот волей случаев ну там случаев не случаев а ситуации второй мировой войны до вывела логических позитивистов на какое-то время число мировых лидеров во первых и во вторых дала им возможность отождествить себя с дальнейшим развитием аналитического проекта и вот вот эта ошибка да она оттуда идет но это короткий период сейчас мы с вами увидим чем он заканчивается да то есть предел ему был положен тем же куайном и не только да вот как бы это был пик торжества эти логические позитивисты во-первых во главе американской философии да а во вторых сама американская философия становится ну как бы на автомате лидером мировым ну потому что остальным просто не 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 до нее эти и после войны в сороковые пятидесятые 60-х годы американские университеты они выходят на новый уровень экономических возможностей то есть они могли предоставить любому преподавателю такие возможности финансовые до которые даже и близко с европейскими университетами не могли сравнить понимать автоматически эта ситуация лидерства она как бы была экономически финансово подкреплена тут нечему удивляться вот значит и так смотрите что дальше получается значит и так 40-е годы это пик торжества видите нет венского кружка уже а венский кружок уже все остался в истории только воспоминания о нем да но дело логического позитивизма живет и побеждает неожиданно думали что они всю жизнь проживут в европе будут в старушке европе философствовать оказалось что они центре мирового капитализма оказались и там очень даже неплохо устроились но однако мы как говорится где торжество там подкрадывается и и гибель незаметно гибель подкралась незаметно логическим позитивистом в 1951 году ну подкралась гибель оттуда откуда ее никто не ждал изнутри неожиданно их вернейший соратник человек который в общем то их почти спас а а именно уиллард ва норман куайн вдруг разразился очень короткой но внятной и очень убедительной статьей она опубликована на русском языке ее можно прочитать довольно давно довольно давно она опубликована под названием две догмы империзма две догмы империзма вот прошу вас обратить внимание на эту статью куайна уилларда ва нормана коль она была но просто самые репрезентативные из целого цикла его выступлений этого периода послевоенного периода в которой он обрушивается с жесточайшей критикой на своих учителей логических позитивистов в том их концептуальном базисе которые они с собой несут под империзмом две догмы империзма он понимает но империзмом он называет логический позитивизм то есть другими словами статья может быть названа две догмы логического позитивизма с которыми естественно ну как со всякими догмами надо бороться и расставаться то есть вдруг вот этот предательский скажем так удар по позитивистам был нанесен изнутри до вернейшим их сподвижникам до молодым еще человеком который в общем-то казался их самым верным покровителем да ну и вы догадываетесь друзья мои что после статьи куайна ну и и связанные с ней полемика и других публикаций да ну мнение относительно логических позитивистов резко переменилось то есть их авторитет стал быстро падать то есть этого они уже пережить не могли но были и другие их оппоненты о них мы еще чуть позже скажем да то есть вот этот удар изнутри был нанесен куайном прежде всего да и его продолжатели ну и сразу же за куайном как за молодым человеком потянулись его приверженцы но и дальше 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 значит что за две догмы эмпиризма смотрите да вот это надо знать этот вопрос входит обязательно в число моих лекционных вопросов экзаменационных до смысл критики куайном позиции логических позитивистов значит первая догма смотрите ну мы мы об этом уже говорили только немножко завуалирована да сейчас мы словами куайна выразим ту же самую идею да теория протокольных предложений вы помните что с нее все начинается и весь успех программы карнапа зависит от того насколько четко и ясно вы сформулируете вот эти описания опыта протокольные предложения которые не должны допускать множественных толкований то есть должен использоваться абсолютно ясный точный язык наблюдений язык физика толковый словарь физика смотрите этот толковый словарь должен по мысли карнапа ну и это не не только по мысли парнапа по смыслу самой концепции протокольных утверждений должен носить аналитический характер что такое ну со времен канта ребят помните что кант выделил но в его традиции два типа предложений два типа утверждений аналитические и синтетические вот смотрите внимательно до аналитические это выражение в которых давайте по-другому рисую смотрите предикат вытекает из субъекта из имени то есть содержится в нем ну например кантовский случай да кантовский при тело протяженно что это за утверждение это аналитическое суждение не протяженных тел не бывает то есть в чистом виде аналитические предложения это словарные статьи из толкового словаря да где само имя однозначно содержит в себе определенный набор свойств тело протяженно и есть синтетические суждения до в которых предикат не вытекает из субъекта непосредственно да а связан с ним ну некоторым случайным образом ну например стол деревянный стол может быть деревянным это синтетическое суждение может быть там пластмассовым может быть металлическим может быть стеклянным или стул то же самое то есть это зависит от опыта от конкретной ситуации в которой вы видите данный стол с каким столом вы сталкиваетесь ну вот значит со времен канта считалось что вот это развлечение синтетических аналитических суждений строгая и работающая то есть такая дистинкция может быть проведена и дальше смотрите концепция протокольных предложений карнапа она вся исходила из того что есть вот такой строгий аналитический язык наблюдений аналитический язык физики набор терминов значение которых вытекают из самих ну содержится в самих так вот вот вы не вот этих а вот эти то вот они какие должны быть масса электрон энергия все эти слова будто бы предполагают определенный набор предикатов строго следующих из самого имени что делает карнап смотрите он не отвергает что аналитические какие-то имена определения физики могут быть могут быть но могут и не быть почему потому что главное что видит как видит куайн да это не то что там нет каких-то определений строгих да а то что само развлечение синтетических аналитических суждений не строгое и понимаете что происходит мы должны все время оглядываться да и смотреть а что у нас за слова мы используем для того чтобы создавать протокольные предложения насколько эти слова их определение аналитичные насколько синтетичны а граница между синтетическим аналитическим суждением подвижно и зависит от контекста от внешнего окружения от того что слов ну знаменитый пример куайна это но слово предложение такое да он приводил часто своих работах все неженатые люди неженаты да вот это правильно этот автология она аналитическая все не женатые люди не сenga да это пример аналитического суждения а заменим другим предложением все холостяки неженаты все холостяки не женаты но внешне это одно и то же. Но на самом деле это не одно и то же, потому что для того, чтобы сказать, подтвердить, что все холостяки неженаты, мы должны что сделать? Прояснить объем понятия холостяк. А это всегда дополнительная работа, которая выводит нас к пониманию контекста слова. Что такое холостяк? Кто это такой? Может быть, он то женат, а то неженат, то частично женат. То есть, понимаете, строгое развлечение аналитических и синтетических суждений начинает плыть, а вместе с ним и вся программа аналитического языка наблюдения. Ну, я вот своим старым студентам, которые со мной давно знакомы, я в свое время, если вспомните, приводил свой пример, которым я очень горжусь. Вот немного из своего курса, что я изобрел сам. Пример неразличимости синтетических и аналитических суждений, а-ля Куайн. Да? Да. Это, как вы правильно вспомнили, знаменитый пример фразы. Лектор глуп. Лектор глуп. Вот что значит эта фраза? Всякий лектор всегда глуп. Любой всегда глуп. Тогда это чисто аналитическое суждение. Да, по Канту оно является строго аналитическим. Второй смысл. Данный лектор всегда глуп. Конкретный, эмпирический лектор. Ну, я, например, да, но я всегда глуп. Это мое неотъемлемое свойство, но как конкретного лектора, единичного лектора. Это, ну, скажем так, уже полусинтетическое суждение. Либо данный лектор конкретный, я, ну, сегодня глуп, сегодня плохая ситуация, ну, я не выспался, например, да, условно говоря, или устал. И я несу какую-то околесицу, глупости какие-то, но это не все время. То есть, следующая лекция, я исправлюсь. Понимаете, да? Тогда это чисто синтетическое суждение по Канту. Понимаете? То есть, в зависимости от контекста у нас появляется три разных статуса. А мы не изменили, заметьте, в этом суждении ни одной буквы не изменили. Вот что поразительно, да? Ну, и вы сами можете вот такие чудесные превращения одной и той же фразы, в которой не меняете ни одного знака, ни одной запятой, ни йота не перейдет, как говорится. Вы можете посмотреть, как она обретает совершенно иные смыслы. Но что там про лектора глупого вспоминать, да? Вы можете такие фразы сейчас найти, которые наполняют совершенно разным смыслом, в зависимости от того, что нужно наполняющему, да, в современном нашем общественном дискурсе, в нашей информационной среде, в наших коммуникациях общественных, да, как ведется полемика, как ведется дискуссия, кто что доказывает, обосновывает. Я сейчас не буду, как бы, указывать конкретные примеры, но вы их массу найдете, если присмотреть, что там лектор глупого вспоминать. Вы сейчас таких сотни примеров найдете, как люди переворачивают значение одной и той же мысли, да, совершенно их переодевают в другие одежды, понимаете, в зависимости от того, что они хотят с вами сделать, что вам доказать, как они хотят влезть вам в голову, с каким замыслом, да. Люди хотят постоянно залезть друг другу в голову, просто иногда трудно понять, что они хотят, да. Может быть, не то, что вы думаете, да, может быть, они ничего плохого не хотят сделать, да, но вы, естественно, всякий раз напрягаетесь, что к вам хотят залезть в голову, это моя голова, отойдите от меня, да, не лезьте ко мне в голову. Может быть, человек ничего плохого и не предполагает, но это уже невозможно установить. Видите, то есть вот проблема сегодняшней информационной среды современной, да, уже даже проверить, верифицировать надежно статус, да, онтологический статус того или иного высказывания, да, становится, ну, почти невозможно в пределах, в границах самой информационной среды. То есть надо выйти за ее пределы, посмотреть на нее со стороны, но это как в случае с опытом Канта, да, в его кантианским понятием опыта, да, выйти за пределы опыта уже по Канту нельзя, и посмотреть на него со стороны. Посмотреть, а как мир выглядит на самом деле? Вот это юмовско-кантовско, это обреченность человека, жить в пределах своего опыта, вместе с опытом, где бы вы ни оказались. Невозможность выпрыгнуть, да, вот этот акт трансценденции совершить, перехода за границы опыта, а потом обратно вернуться и сказать, а, я видел, как мир выглядит на самом деле, а вам не расскажу. Буду использовать это в своих целях, да, я видел, как мир выглядит на самом деле, да, ну и дураки же вы усе, как говорил один наш юморист, да, все не так, как вы думаете, или наоборот, все так, как вы думаете. Но видите, как, в чем проблема сегодняшнего мира, что у Канта не было информационной среды в нашем современном смысле слова, да, был только чувственный опыт, но были приборы, инструменты физические, химические, биологические, а у нас все заменено, все наши непосредственные действия заменены миром информации, цифровым информационным миром, да, в котором все движется по собственным траекториям, обволакивает нас таким образом, что у нас даже не появляется желание уже, не то что возможность, а желание выйти за пределы этой среды и посмотреть на нее со стороны. Но я так сильно, мне сдается, что мы уже и за пределы этой среды выйти не можем и проверить, как все на самом деле обстоит. Какая подлинная онтология мира? Что же существует? Что же существует в этом мире, если отказаться от наших представлений? А наши представления, они стеснейшим образом диктуются тем, что мы сегодня с вами с утра увидели или услышали, или не услышали. Заметьте, что нас формирует старая индийская притча. Ну, не индийская, не притча, а просто старый индийский вопрос, да, или афоризм индийской мудрости, да, важно не что люди говорят, а о чем они молчат. Вот, значит, точно так же, как нас формирует то, что нам говорят, точно так же на нас влияет и то, о чем молчат. Значит, смотрите внимательно не только о чем говорят, но и о чем молчат настойчиво и упорно, да, преодолевая все трудности и все вопросы и возможные возможности говорения. Ну вот, значит, итак, друзья мои, вот пример «Лектор глуп» или любой другой пример можно использовать, и более яркий какой-нибудь, можете сами из современного мира что-то подобное вычленить, да, и в качестве примера на экзамене использовать. Значит, первая догма, Куайн отвергает ее, это возможность четкого развлечения синтетических и аналитических суждений, старого кантовского развлечения. Значит, вместе с этим развлечением четким исчезает и возможность построения строгого определенного аналитического языка наблюдений, эмпирического языка, да, вот, который абсолютно необходим для того, чтобы построить систему протокольных утверждений. А раз мы не можем сформировать вот этот начальный слой протокольных предложений, карнаповских. Естественно, все остальное логическое здание, когда позитивисты показывают, как конструируется логическими средствами этаж за этажом теории, да, восходя к самым, как бы, общим конструкциям, он оказывается без фундамента. Понимаете, это здание, ну, как бы, построенное на песке. В чем там основа? Потому что, смотрите, позитивисты-то чем гордились? Да, они логические, конечно, они владеют логическим инструментарием, и это придает особую точность и эффективность их мышлению, но они опираются на то, что можно проверить на опыте. То есть вот этот принцип верификации, да, что имеет смысл только то, что наблюдаемо, то, что проверяемо на опыте, да, то есть имеет смысл только опытное знание, по большому счету, да, то есть вне опыта нет возможности найти смысл и значение, и статус того или иного суждения. Да, то есть суждение может существовать, но оно не имеет смысла, да, бессмысленно. Бессмыслица наступает там, где нет возможности проверки, эмпирической проверки. Поэтому если нет вот этого начального слоя, ничего нет, все рушится, да. Значит, итак, первое, Куайн подрывает фундамент, первое, а второе, он наносит удар сверху, да, по крыше. Значит, первое, размывает фундамент, а вторая догма, а вот вспоминайте, здесь как раз и появляется снова, вспоминаем, фигуру Дюгема, Пьера Дюгема, о котором уже говорили. Да, вот здесь Куайн открывает для себя, ну или переоткрывает наследие Пьера Дюгема, второго позитивиста начала 20 века, но теперь уже условия изменились. Видите, прошло какие-то там 30-40 лет, всего ничего, и отношение к Дюгему совершенно поменялось. И это будет тоже еще и дальше, да, это не последний случай. Значит, Куайн переоткрывает тезис Дюгема о чем? О том, что, вы помните, любая теория, любая развитая теория превосходит сумму фактов. Да, она становится нечто большим, она обладает собственной мощностью, собственными возможностями. Ну и помните, что Дюгем, а вслед за ним Куайн, указывает на два важнейших следствия этой собственной мощности теории. Первое, что любая развитая теория допускает, допускает, не обязательно предполагает, но допускает эмпирическую недогруженность. То есть, это не страшно, что в теории есть недоказанные на опыте какие-то части, это не страшно. Но это как бы просто освобождает от необходимости буквально следовать по пятам за экспериментатором, теоретиком, что вот все, что там нельзя проверить, вообще нельзя об этом и помыслить, подумать. Это первое, эмпирическая недогруженность. А второе, вот это живучесть теории, что факт, контрпример, противоречивающая теория, не обязательно ее убивает, а делает сильнее скорее. То есть, позволяет ей обрести дополнительные возможности, дополнительно ее развивает. Значит, Куайн переоформляет тезисы Дюгема. Вот эти два тезиса объединяются и получают название тезис Дюгема-Куайна. Да? Вот. Но Куайн делает из этого тезиса еще один важный вывод, уже достаточно самостоятельно, вне связи с Дюгемом. Он показывает, что развитая теория, ну, это в буквальном смысле следствие тезиса Дюгема-Куайна, это результат развитости теории, самостоятельной развитости. Да? Он говорит о том, что в развитом состоянии теорию нельзя редуцировать, то есть свести к сумме протокольных утверждений. Вот это обратное складывание или расчленение теории, да, сведение ее к сумме протокольных утверждений – это всегда искусственная операция. Это крайне искусственная операция. Да? В теории уже развитой появляется столько идей и мыслей, которые ни на какие протокольные предложения не опираются и не сводятся к ним. То есть, ну, как бы, ну, такой образ простой, да, что, значит, вот эти протокольные утверждения – это тюбик с пастой зубной, а паста, которую вы выдавливаете из тюбика – это развитая теория. Пасту нельзя уже вернуть обратно в тюбик. То есть те, кто пытается свести развитую теорию к сумме протокольных предложений, они подобны на людей, которые пытаются пасту вернуть в тюбик, обратно загнать, да, тюбик уже все, вы его сжали, вы его уже все разрушили, можно сказать. Он, да, он был. Вначале он, вначале были протокольные… Понятно, с этим никто не спорит. Смотрите, никто не спорит с тем, что начало всему есть там эксперимент, условно говоря, какой-то великий, какой-то необычный факт. Вы сами можете там сто примеров привести в своих науках, да, которыми занимаетесь, да, как какой-то неожиданный факт, обнаруженный, да, там повернул историю науки этой данной конкретной, да, конкретной области. Там появились совершенно новые идеи, все изменилось. Вот, но это одно другому не противоречит. Но дальше начинается своя жизнь. Вот, понимаете, значит, наука у Куайна, видите, он еще позитивист по своим интенсиям, по своим, как бы, вот таким, ну, как бы структурам сознания. Куайн еще наследник логического позитивизма. Но он уже реально, пройдя через, там, войну, ну, то есть, понятно, что время совсем другое, да, это время бурное наступает, да, там появляются новые проекты науки, там, ну, понимаете, ядерный проект, манхэттенский. То есть, куча всего меняется и трагического, и замечательного. И становится понятно, что жизнь людей, профессионально посвящающих себя науке, научно-исследовательской жизни, она более сложная, гораздо более сложная, и неразложимая на простые структуры, как представлялась позитивистом Венского кружка. Вот в чем идея. Такая простая, достаточно человеческая мысль. Понимаете, это все, ребята, как бы хорошо, но это не все. Понимаете, есть еще кое-что. Вот я так понимаю. То есть, может быть, даже давайте мы с вами, ну, как бы немножко более мягко это сформулируем, хотя можно сказать, что своими двумя догмами эмпиризма Куайн подорвал авторитет логических позитивистов, их звезда закатилась, там, в конце 50-х годов их перестали слушать вообще, что они там говорят. Но, видите как, в жизни редко так бывает, чтобы были вот такие резкие смены цвета, да, красное, черное, там, белое, черное. Да, значит, как бы более мягко сформулируем, да, то есть, по сути, мы не выбрасываем позитивистов, не отбрасываем их, как ненужный какой-то инструментарий, да, ненужный багаж выбрасываем, да. Куайн просто показывает, что, ребята, это не все. Жизнь исследовательская более сложна, и в ней нет таких простых рецептов. Да, вот создали систему протокольных утверждений, или вот редуцировали, вторая догма, редукция теории к сумме протокольных утверждений, да, это не все, и так не бывает, все сложнее. Хотя можно найти примеры, пожалуйста, видите, обратное, тоже верно, можно найти примеры удачных протокольных предложений, можно найти примеры какой-то редукции теории к сумме протокольных. Но это не все. То есть, видите, вот как бы взгляд философов на науку уже в 50-е годы прошлого века, он становится таким, ну, попросту говоря, не другим, а более многомерным. То есть, в нем больше красок, больше разнообразия появляется. И ясно, что не за горами какие-то новые концепции, даже в рамках того же позитивизма. То есть, как бы грядет какой-то поворот определенной философии науки в 50-е годы. То есть, уже видите, логические... Значит, смотрите, что получается. Теперь давайте более жестко сформулируем, да. То есть, я вот попытался так немножко, видите, размягчить ситуацию, да. Не вот там отрубили хвост логическим позитивистам, там голову и все. И какая-то началась другая эра. Ну да, значит, вы видите, что мощный удар нанесен действительно крупный изнутри в 50-е годы, да. Значит, статья Куайна и его последователей. Вот. Но и извне есть удар. Потому что, смотрите, что получилось. Аналитическая философия всегда была ресурсом логических позитивистов. Даже был период в 40-е годы, когда они, по сути, могли, логические позитивисты, отождествить себя с аналитическими философами. Ну, это недолгая история, да. Понятно, что как только война закончилась, там в Англии, во Франции началась какая-то своя жизнь, особенно в Англии, Великобритании, да. Англичанам тяжело все давалось после войны. У них тяжелая была жизнь, это правда. Как бы все последствия войны на них очень сильно отразились, как ни на одной, ну, если не считать Германию, да, то Великобритания тяжелее всего перенесла тяготы войны. Вот, и это много можно найти на эту тему всяких фактов интересных, таких, чтобы понимать ситуацию времени. Поэтому для англичан возвращение к философии, это было, ну, оно произошло, но это была некая душина. Вот тоже, видите, как другая ситуация. Если, смотрите, вот тоже интересный момент, как Первая мировая война повлияла, как Вторая мировая война на философов. До конца, между прочим, тема не продуманная, потому что, ну, здесь же много аспектов. Разные философы в разных странах, там есть страны-победительницы, да, есть страны-побежденные, типа Германии, да. Вот как на них это повлияло, да, что у них произошло в головах, что начало, что они захотели сделать. Вот англичане в значительной степени, это заметно по английской философии конца 40-х, начала 50-х годов, они просто, ну, искали в философии, ну, в аналитической в том числе, в самой, что ни на есть своей, родной, да, но некоторый выход для себя, то есть вот от этого ужасного ситуации войны. Потому что, конечно, это для них было очень тяжело. Вот как бы выход такой, выплеск, да, душина, какой-то отдых, может быть, от этой ситуации, когда можно найти какую-то другую жизнь, другая жизнь начнется, вот. Это, почему я это говорю, это не было, заметьте, другой мотив, потому что после Первой мировой войны, да, когда рухнул человек рациональный, да, европейский, нужно было реконструировать, воссоздать заново рационального, понимающего мир человека, это другая задача, видите. То есть философия после Первой мировой войны, она в значительной степени была, ну, такой серьезным конструирующим занятием. Поэтому и аналитические философы пришли к делу, да, и феноменологи, конструирующая работа, и логические позитивисты, видите, это все, в общем-то, люди, которые пытались вот воссоздать точность мышления в безумные времена. А после Второй мировой войны другое, другое, это не то же самое, да, здесь просто какая-то свежая волна, открыть вот эти, уже не хочется никакого человека реконструировать, воссоздавать, уже настолько все ужасно, то есть трагедия Второй мировой войны настолько была поразительна для людей, что уже не хочется ничего воссоздавать, уже смысла в этом деле нет, а хочется просто открыть двери и впустить свежий воздух, в том числе и философский воздух, какой-то другой. То есть вот это влечение к иному. Вот поэтому вы понимаете, друзья мои, отсюда что следует, что после Второй мировой войны как бы пришло в том числе и время обязательно в определенном смысле возрождение интереса к метафизике. И если в 20-е годы логические позитивисты могли всеми ногами топтать метафизиков, да, и они были антиметафизичны, то в 50-е годы метафизика возвращается даже внутри аналитической философии. Кстати говоря, упоминавшийся мною Норман Малкольм, американский аналитик крупнейший в 60-е годы, он, собственно, ну там на определенных темах, да, начинает возвращение к философской метафизике внутри аналитической философии. Заметьте, да, казалось, это невозможно еще в 30-е, 20-е годы. Какая метафизика, какие внечувственные, внеопытные объекты, как о них можно размышлять. Да, это невозможно, это отказ от какой-то базовой идеи аналитической философии или там логического позитивизма того же самого, но это возвращается на новом этапе, видите. Вот, так вот, значит, смотрите, второй удар извне по логическому позитивизму нанесен со стороны аналитической философии, да, непозитивистского склада. Конечно, со стороны последователей Витгенштейна. Сам Витгенштейн послевоенный период, он в полемике с логическими позитивистами не участвует. Вы помните, что он все пытался подготовить свою вторую книгу, да, к изданию, ученики все его уже публиковали, вся его школа работала активно, публикации шли, касающиеся концепции языковых игр, постоянно в прессе в 30-е и 40-е годы. А Витгенштейн все готовил, 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 и в конце концов в 51-м году он умер, а его вторая книга «Философские исследования» была опубликована только в 53-м году, да, уже когда большинство всех новых подходов учениками было распропагандировано. То есть, в этом смысле философия Витгенштейна превращается в целое направление, которое получило название «Витгенштейнеанство». Смотрите, уже сам Витгенштейн в этом, ну, почти, как бы, ну, не то, что не принимает участия, а уже это гораздо больше, чем идея сама. То есть, витгенштейнеанская методология анализа языковых игр, она становится таким самодавляющим и самоценным направлением в аналитической философии и порождает интерес к философии языка. Прежде всего, да, философия языка становится главной темой аналитических философов в 40-е и 50-е годы, да, философия языкова, языка, инспирированная Витгенштейнеанством. Но вы понимаете, друзья мои, да, то есть, вывод простой, что с точки зрения концепции языковых игр, наука и все, что с ней связано, это один из примеров языковой игры. Очень хороший, очень замечательный, просто прекрасный, великолепный, но один из, связанный с определенным типом деятельности, который, а, один из, б, не может претендовать на всеобщность, как мы с вами говорили, и не может поглотить собой другие языковые игры, претендовать на уникальный статус, а с, он преодолим, то есть, из него можно выйти, перейти из одной языковой игры, изменить ее, преодолеть правила языковой игры и так далее. Ну, то есть, понятно, что критика логических позитивистов со стороны поздних Витгенштейнеанцев и концепции языковых игр, да, она в конечном счете и сделала невозможным устойчивое существование самого логического позитивизма. Вот, поэтому к концу 50-х годов, вывод такой базовый, да, к концу 50-х годов влияние логических позитивистов сходит на нет во всем мире, да, и в Америке, и в Англии, то есть, везде, где они появились. То есть, вот этот заряд венского кружка, он как бы иссякает, да, то есть, вот, как бы истончается, истончается, истекает полностью, все, они растворяются. Смотрите, ребят, давайте зафиксируем этот момент важный. К концу 50-х годов в философии науки не оказывается никаких серьезных движений, то есть, как бы возникает некая, ну, пауза, можно сказать, да, или возникает какая-то, ну, пустыня, скажем так, пустое место. Позитивисты исчезли, а новые люди еще не пришли. И, смотрите, вдруг оказалось, что вот так просто, как говорится, сменить позитивистскую, логико-позитивистскую пластинку на другую, попросту говоря, невозможно, да, то есть, не получается, да, то есть, как бы не выходит эта ситуация. А в то же время, вот эта пустота четкая, и, может быть, в данном случае это было хорошо, потому что дало возможность в начале 60-х годов появиться новым направлением, да, уже по многим другим. Сейчас дальше мы о них с вами поговорим. В то же время нужда в новых направлениях очень острая, потому что, вы понимаете, конец 50-х годов, да, это взлет всех научно-технических направлений в мире, то есть, ядерный, ракетно-космический, кибернетический проект, там, генетика и молекулярная биология встают на крыло. То есть, наука начинает развиваться, ну, действительно, необычайными темпами, необычайными, невиданными, это не преувеличение. Вот все, кто близок по возрасту к 50-м, 60-м годам 20-го века, они все могут засвидетельствовать, да, что, ну, может быть, они не видели это непосредственно, но их учителя непосредственно в этом во всем участвовали в науке двух десятилетий, с 50-го по 70-й год. Это был совершенно уникальный период даже не экспоненциального роста, а некого роста с обострением, то есть, некого катастрофического, скажем в кавычках, роста всех ресурсов, возможностей, то есть, количество ученых просто возрастает совершенно необычным образом. То есть, у нас, например, в Советском Союзе, да, любая, любая идея, которая только появлялась, сразу создавался научно-исследовательский институт под эту идею, или открывались кафедры в институтах, то есть, мгновенно появлялась организационная инфраструктура, да, и люди приходили, 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 то есть, никакого оттока даже и близко не было, был только приток в научную сферу. Вот два таких уникальных десятилетия. Начиная с 70-го года, да, есть тенденция к стагнации, да, то есть, по многим направлениям выходит режим работы на насыщение, то есть, вот этот интенсивный рост прекращается, и даже есть определенный спад. Но вот два десятилетия, там можно размышлять, почему это произошло, но два десятилетия с 50-го по 70-й год – это, конечно, уникальное время. Абсолютно уникальное, и мы даже сейчас, ну, нам просто трудно это представить. Я вам искренне об этом говорю, с несомненной горечью, как вы понимаете, в голосе, да, что у нас даже нет примера, понимаете? Вот когда мы с вами говорим, что сейчас там все быстро меняется, все так меняется, там бурно что-то растет куда-то, да, вот всегда, ребята, как бы, ну, вспоминайте, может быть, и мои слова в том числе, что вот 60-е годы 20-го века – это действительно годы абсолютного обновления, вот, когда у физиков, условно говоря, не было с точки зрения интеллектуальной жизни даже каких-то конкурентов, да, в сфере духа человеческого. Ну, и возникает это известное противопоставление, отраженное в отечественной культуре между физиками и лириками, да, то есть, вот, оно уже возникло совершенно естественно, оно сразу было подхвачено, да, это же не просто фраза, там, какого-то поэта, который его, ее высказал, она сразу оказалась мемом, как сейчас говорят, да, мем, да, физики и лирики. Там что-то лирики у нас в загоне, физики, понимаете, вот, то есть, эпоха физиков, она действительно была, понимаете, это не фантазия, это не некая, там, преувеличение того времени, понимаете, что вот, там, мы сейчас вспоминаем, что так было хорошо. Ну, вспоминать-то нечего, достаточно посмотреть на количество результатов, которые в эти годы было получено, в каждом году этого 20-летнего. И вы тогда убедитесь, посмотрите внимательно в своих науках, и вы убедитесь, взгляните, как говорил Галилей своим гонителям, да, взгляните в телескоп, и вы убедитесь, что так оно и было. Вот, поэтому нам это время дано, видимо, напоминание о том, что такое действительно бурное развитие, чтобы мы не превозносились в своих мечтаниях о собственном развитии, что вот оно у нас такое замечательное, суперзамечательное, что прямо нет ему аналогов. Всё было, а и всё кончилось. Точно так же, как было, так и кончилось, понимаете, нет ничего бесконечно вечного. Как было молодое время науки, так оно и закончилось. Вот. Ну вот, значит, смотрите, дальше потребность велика, и появляется новая философия науки, да, это, безусловно, так, так и должно было получиться, появляются новые концепции, и вы догадываетесь, какими они должны быть по смыслу, они должны, видите, ребят, как бы преодолевать вот эту узость взгляда, да, это должны быть некие широкие картины, да, в которых есть движения, есть разные люди, разные обстоятельства. Вот в 60-е годы сама интонация философии науки должна измениться обязательно. Она должна, ну, если угодно, стать более романтической. Видите, логические позитивисты – это, ну, такие педанты, да, педантичные люди, которые стремятся оборонить разум, охранить его от каких-либо посягательств. Но это не получается, так не может быть, потому что дух времени, он охватывает всех, понимаете. И война, и последствия ее, естественно, показывают, что контекст не менее важен, чем сам текст. Вот поэтому вы видите, что тональность философии науки второй половины XX века, она вся направлена к контексту. То есть вот смысл, смысловой контекст того, что делается, прежде всего в ней и звучит, и начинает звучать. Вот, значит, мы с вами в следующий раз начнем говорить об этих идеях новой или там обновленной философии науки 60-х, 70-х и прочих лет. Вот, а давайте я два слова в завершении сегодняшнего разговора скажу о том, чем занималась аналитическая философия после войны, да, потому что она идет, вы помните, своей дорогой, да, никому не прилепляясь, ни к философам науки, ни еще кому-то. У нее свой продолжается проект. Но в этом проекте есть ряд тем основных, как бы ведущих тем. Ну, можно сказать, назвать это философская мода. Мода, вот, чем занимаются философы-аналитики в определенные периоды послевоенной истории. Итак, смотрите, первая мода. 40-е и 50-е годы, примыкающие к Витгенштейну, да, конечно, Витгенштейн был здесь главным вдохновителем, это философия языка. То есть, как говорим, что такое лингвистика, да, попытки понять теорию языка, смыслы, контексты, историческая реконструкция языковых игр. Например, вот философия языка – это первое направление 40-х, 50-х годов, во многом связанное с именем Витгенштейна. В 60-е годы тональность вдруг меняется, да. Почему? Потому что в начале 60-х годов приходят, благодаря физикам и техникам, и электронщикам, и математикам, нечто, с чем считаться было нельзя, да, а приходят компьютеры. Развитие вычислительной техники дает совершенно необычный результат для философии. А скажете, что же занимаются философией искусственного интеллекта, как мы говорим? Нет, не искусственный интеллект и не компьютерные системы в чистом виде, а основной темой философов науки аналитических 60-х годов становится сознание человека. Философия сознания. Философия сознания. Что такое разум? Но при этом, смотрите, какая используется ключевая идея. Итак, следующая философия сознания. Разум. Попытка заново разобраться в человеческом разуме, да. Но здесь, смотрите, какая идея особенно подтолкнула это направление, это так называемая компьютерная метафора. Компьютерная метафора. То есть, вот как раз вычислительные системы, они навели на простую аналогию, как вы догадываетесь, да, что сознание человека – это программное обеспечение мозга. То есть, мозг, клетки, да, нейроны, физиология – это хард, а сознание – это софт нашего мозга, да. То есть, мозг функционирует с помощью сознания, как компьютер функционирует с помощью программы. Вот эта компьютерная метафора, так называемая, она оказалась необычайно, ну, как бы, действенной, впечатляющей. Потому что вы понимаете, что как только ее высказали, там даже невозможно уже сейчас установить, кто первый ее, ну, она довольно проста, да, и ничего в ней нет, чтобы любой человек не мог так подумать. Да, но, смотрите, дальше тут же лес рук, как только мы говорим, компьютерная метафора, в зале лес рук, мы. А мы – это кто? Это все, кто занимается компьютерной математикой, теорией вычислений, теорией алгоритмов. Потому что дальше возникает простая идея – перенести все достижения теории вычислений, теории алгоритмов, да, в философию сознания. То есть, если сознание представить как некий вычислительный процесс, то дальше можно построить аналог теории этого процесса буквально по образцу вычислительных наук. Все уже есть. Бери, да, переводи на сознательный, как бы, на интеллектуальный язык некий, построи систему понятий, да, аналогичных буквально, да, и чук-чук-чук-чук-чук-чук ты построишь модель человеческого разума, как люди думают. Так, как работает вычислительная устройство. Тук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Все, все будет… То есть, вы понимаете, что как только эта идея появилась, тут же туча людей из всех областей компьютерных наук устремилась в философию сознания. И она стала необычайно популярной темой в 60-е годы. Вот. Но так же, как она стала популярной, так же она и перестала быть популярной, как только оказалось. То есть, первое наступление на сознание вот с использованием компьютерной метафоры оказалось, ну, перед непреодолимыми трудностями. Ну, например, да, то есть, трудностей было много. То есть, вот эта вот простая такая, простая аналогия, она оказалась, ну, хромающей весьма. Потому что, ну, вы понимаете, что, во-первых, множество экспериментов сразу появилось в психологии, в экспериментальной, в когнитивной психологии, которые показывали, что сознание, да, наш мозг, наше мышление – это невычислительное устройство в углу комнаты, к которому подводятся какие-то данные и появляются обратно некие результаты. Что наше сознание встроено в окружающую ситуацию. Вот по мере работы, да, внутри, между прочим, не философии сознания, а когнитивной психологии, появляется все больше идея так называемого embedded cognition, да, то есть встроенного, вмонтированного или ситуативного сознания. Что сознание всегда часть окружающего мира, а не просто отдельный аппарат, да, где-то в мире существующий. Это первое. Второе, ну, вот эта идея, как бы, открытого сознания, то есть встроенного, да, связанного с вещами окружающего мира. А второе – это, конечно, то, что, ну, результат многих вот этих алгоритмов, он был непонятен. То есть он требовал какого-то стороннего осмысления. То есть, понимаете, требовалось, ну, например, вы получали на выходе вашего алгоритма некое возбуждение, да, а что это за возбуждение, какой-то эмоциональный, ну, всплеск, а что это за эмоциональный всплеск, гнев, радость, страх, непонятно, изнутри самого алгоритма. То есть, видите, проблема была в том, что смысл алгоритмов задается только извне этих алгоритмов. Понимаете? Нужен сторонний наблюдатель, откуда-то нужно его взять всегда. То есть, грубо говоря, у нас должно быть два в одном, да, одно сознание, один механизм думает, а другой оценивает результаты или понимает результаты этих размышлений, да. Где этот второй? Что это за второй внутри нас? То есть, мы как бы всё время содержим в себе два, не одно сознание, а, по крайней мере, два сознания – думающие и оценивающие, понимающие, анализирующие то, что мы думаем. Короче говоря, вы видите, что компьютерная метафора оказалась довольно запутанной, да, то есть нельзя сказать, что ничего в ней нет. Наверное, что-то в ней есть и не что-то, а есть какие-то важные результаты, касающиеся, там, работы нейронных сетей, там, и так далее. Это всё понятно, никто этого не отвергает. Но в целом вот так просто раскусить сознание человека, распутать его тайну, да, вы помните, что ещё в XIX веке психологи всячески, так сказать, пытались, научно-экспериментально, легко распутать клубок сознания, да, то есть вот как бы раз, 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 и мы всё поймём. Оказалось, что в 60-е, начале 70-х годов даже самые последовательные аналитики, философы сознания, они сказали, что нет, пока мы дальше не двинемся, да, то есть есть границы этого подхода, то есть торжество компьютерной метафоры, оно, ну, преждевременно, явно, то есть должно что-то ещё произойти. И вот в середине 70-х годов, я последнее замечание на сегодня сделаю, оно очень важное, послушайте его, пожалуйста, мы с него начнём в следующий раз. Да, это не вся история аналитической философии послевоенной, но важный рубеж. Конечно, смотрите, в середине 70-х годов влияние философии сознания угасает, то есть эта тема уходит на второй план, ну, нет тех успехов, которые все ждали, да, что вот сейчас всё это, так сказать, раз, раз мы всю компьютерную математику перенесём, сферу сознания, и всё у нас получится. Не получилось. И философия сознания как бы откатилась на даже не на второй, не на третий план в эти годы, да. Другие темы, мы о них потом скажем, в 70-е годы становятся у аналитиков определяющими. Но, однако, и вдруг, в начале 90-х годов, то есть в районе 92-го, 93-го года, ну, то есть приблизительно 25-30 лет назад, в аналитической философии сознание, философия сознания снова становится едва ли не главной темой. Вот в 90-е годы и по сию пору в аналитической философии начинается ренессанс в настоящее возрождение интереса к сознанию. И появляется множество людей, направлений, да, подобных Сёрлу, Чалмерсу, Деннету, которые и по нынешнее время как бы сотрясают эту тему, да. Интересно, почему, да, то есть, видите, первый заход оказался, ну, не то, что безрезультатным, ну, остановился, потом была пауза лет на 15, по меньшей мере, да, когда не было интереса к этой теме, там, психологи в ней в основном, как говорится, ковырялись, а потом в 90-е годы и в настоящее время настоящее возрождение аналитической философии сознания. Значит, предлагаю вам немножко самим подумать, да, почему такая перемена произошла, и что это значит, что это значит, что за этим кроется, почему снова сознание в центре внимания аналитической философии. Вот, ну, в следующий раз немножко еще об этом, как говорится, вспомним, да, о наших делах, но и двинемся дальше к философии науки уже 60-х, 70-х годов XX века. Все, друзья мои, спасибо за внимание, всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok